Табак 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 Елена Николаевна, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Ульяновской области. Добрый день. Это Ведянова Ольга Павловна, главный внештатный специалист-психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Ульяновской области. Добрый день. И Корнилова Марина Александровна, заведующая пульмонологическим отделением Центральной клинической медико-санитарной части имени заслуженного врача Егорова. Мы сегодня будем говорить о том, как же влияет табак на заболевание легких. Уже я сказала тему нынешнего дня отказа от табака. И поэтому я с удовольствием предоставлю слово Марине Александровне вам по части опасности курения для развития заболеваний легких. Ну и не только легких, потому что легкие – это наш источник энергии, наш источник… Ну, то есть вы сами уже скажете, чего. Пожалуйста. Добрый день. К сожалению, в Ульяновской области курят каждый третий. Курят молодой возраст. Потребность табака составляет 39%. При вдыхании табачного дыма происходит поражение дыхательных путей и легких. Курение приводит к развитию многих хронических заболеваний, смертельных заболеваний, таких как, например, рак легких. Доказано, что именно табак является ведущей причиной развития рака легких и является причиной смертности рака легких 90% от всех случаев. Хочется сразу сказать, что воздействие вторичного табачного дыма также относится к риску заболевания рака легких. И нужно немедленно отказаться от курения, если человек продолжает курить. Ведь если отказаться от курения, то можно снизить риск заболевания раком легких. А через 10 лет риск развития рака легких снижается практически в два раза, если брать группу лиц, которые еще продолжают курить. Также немаловажное заболевание – это хроническо-абструктивная болезнь легких. В народе ее называют хобл. Очень часто пульмонологи мы с ней встречаемся. По Ульяновской области зафиксировано… Маленька, извините, пожалуйста, среди тех, кто страдает хронической обструктивной болезнью легких, много ли курильщиков? По вашим наблюдениям, уже достаточно многолетним. Ну, практически каждый больной с хронической обструктивной болезнью легких, он является курильщиком с большим стажем. Потому что хроническая обструктивная болезнь легких, она проявляет себя клинически только через прошествие нескольких лет, десятилетий. Чаще всего уже выявляется у мужчин после 40 лет. И когда выявляется уже клинической обструктивной болезнью легких, то можно говорить о том, что уже в самих легких прошли, проведены необратимые процессы. И вот скажите, нам задают вопрос, достаточно нередко, допустим, при агитпоездах, при выездах в муниципальное образование, когда мы им говорим о вреде курения, когда мы их призываем бросить курить, говорит, ну, я еще успею, у меня еще вроде много впереди. Вот на самом деле вероятность того, что легкие задышат, что легкие будут обеспечивать кислородом весь организм, если человек курил 10-15 лет, какая вероятность? Скорейшее прекращение курения – это наиболее эффективный способ замедлить развитие хобла и облегчить симптомы астмы. Конечно же, нужно как можно при первых появлениях одышки, кашля курильщика, нужно необходимо прекратить курить. Через полгода, до этого, лучше вообще не начинать, через полгода где-то уже прекращается одышка, и на восстановление легких и легочных функций понадобится очень значительное время. Но при всем при этом, я хочу отметить, что необходимо очень четко будет выполнять предписание врача, и только тогда можно будет рассчитывать на успех. Но вот, Марина Александровна, и, наверное, все-таки, Елена Николаевна, этот вопрос больше к вам. В информации, которая поступила за последнее время, сказано, что почти 80% из более чем 1 миллиарда курильщиков в мире живет в странах с низким и средним уровнем дохода, на которые приходит самое тяжелое бремя, связанное с табаком болезни и смертности. У вас есть подтверждение тоже вот такой статистики, как-то вы мониторируете эту ситуацию, потому что, ну, то, что 80% проживает в странах с низким и средним уровнем дохода, значит, передовые страны раньше поняли вред курения и бросают курить раньше, чем все остальные, да? Так можно подумать? Ну, я бы хотела отметить, что курение – это сложная социальная проблема, и для ее решения необходим комплексный подход, включающий в себя не только меры налогового регулирования, но и целый спектр вопросов, затрагивающие стандарты производства, рекламы, продажи табачных изделий, а также эффективные усилия по борьбе с поддельной и нелегально ввозимой табачной продукцией. Табачный дым представляет собой крайне опасную форму загрязнения воздуха. В нем содержится более 7 тысяч химических веществ, из которых 69 веществ входят в число известных канцерогенов. При этом табачный дым может задерживаться в воздухе в течение пяти часов. Вот об этом мы никогда не задумываемся, но это установленные факты. Многообразные негативные последствия воздействия табака на здоровье человека, в частности, повышение риска возникновения рака легких, о чем вот сейчас уже как раз коллеги отметили, хронической обструктивной болезни легких, замедление роста и функционального развития легких младенцев, подвергающихся внутриутробному воздействию токсинов табачного дыма в результате курения матери или ее контакта с вторичным табачным дымом. Также надо всегда помнить, что химические компоненты табачного дыма могут провоцировать латентную инфекцию туберкулеза, а активная форма туберкулеза, осложненная пагубным воздействием табакокурения, значительно повышает риск инвалидности и смерти от дыхательной недостаточности. То есть воздействие на организм идет практически на все органы и системы, и особенно губительно это в детском возрасте и на женский организм. Извините, пожалуйста, а вот Марина Александровна, то, что сейчас сказала нам Елена Николаевна о том, что женщины, которые курят, рождают младенцев с более низким уровнем физического развития, то есть менее здоровых. Скажите, а вот были ли такие случаи в наблюдении в вашей практике, допустим, что да, из этих младенцев вырастают потом достаточно нездоровые дети, подростки, и дальше у них уже развивается заболевание легких. Вот это прослеживается вообще? Можно об этом сказать? Ну, у меня таких данных нет, у нас как-то не встречалось. Не обращали на это внимание, да? Даже вот из-за анамнеза не было такого, что вот именно вот такой приобретенный, то есть хроническо-абструктивная болезнь легких, все это приобретенное заболевание, очень редко если врожденное, поэтому мы встречаемся чаще с приобретенным заболеванием легких, и как-то у нас не было такого из-за анамнеза. Извините, пожалуйста. Но эта проблема, очевидно, требует дальнейшего изучения и развития, потому что эти факты, которые не всегда, может быть, при первичном опросе и лечащие врачи получают. Акцентируют внимание. Да. Я бы хотела отметить тот факт, что в нашей стране уже 6 лет действует федеральный закон об охране здоровья граждан от воздействия окруждающего табачного дыма и последствий потребления табака. Этот закон был принят в 2013 году. Этим законом введен целый ряд строгих ограничений по запрету курения табака в определенных местах, по продаже табачных изделий в определенных местах. Также запрещена продажа табачных изделий поштучно, но целый ряд законодательных запретительных мероприятий. И надо сказать, что действие этого закона оказывает свою положительную роль. Но, к сожалению, жалобы потребителей на нарушения в сфере реализации табачных изделий имеют место быть и поступают к нам в управление в достаточно большом количестве. По итогам 2018 года в управление поступило более тысячи обращений граждан на нарушение федерального закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 1014 граждан обратились в управление с такими жалобами. И в сравнении с 2017 годом рост жалоб идет практически в 30 раз. В 2017 году таких жалоб было всего 32. Все жалобы были рассмотрены, даны ответы в установленный срок. И в целях пресечения нарушений в сфере оборота табачной продукции и предотвращения негативного воздействия табачного дыма на здоровье человека специалистами управления было составлено 38 протоколов об административном правонарушении. Кроме того, было внесено 32 представления о принятии мер по устранению причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению. Было выдано 103 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере оборота табачной продукции. Если посмотреть на этот сектор поступающих жалоб за истекший период этого года, 2019 года, количество их сократилось. За истекший период этого года в управление поступило 37 обращений граждан, содержащих сведения о нарушениях в предприятиях различных форм собственности Ульяновской области, требований федерального закона по ограничению реализации табачной продукции. По результатам рассмотрения этих обращений составлено 7 протоколов об административном правонарушении. По чести 1 статьи 1453 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушении наложены штрафы на сумму порядка 100 тысяч рублей. Также применяются положения статьи 1415 при составлении административных протоколов и 1512 статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушении. Выдано 13 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в этом году. Но в целом управлением проводится работа по оказанию судебной защиты прав потребителей. За 2018 год и истекший период 2019 года управлением было направлено 12 исковых заявлений в судебные органы о прекращении противоправных действий продавца при дистанционной торговле табака. Напомню, что дистанционная продажа табака не допускается действующим законодательством Российской Федерации. Все 12 исковых заявлений управления были приняты к рассмотрению и по ним приняты решения судебными органами о прекращении противоправных действий в отношении неопределенного круга потребителей. В отношении одного предпринимателя, допустившего неоднократное нарушение прав потребителей при продаже табачных изделий, выразившиеся в продаже табачных изделий с нарушением требований по разрыву места продажи от расположения образовательного учреждения, также был направлен иск. Иск судом поддержан и вынесено решение в пользу ответчика. Я хочу отметить, что это очень частый довод потребителей, когда потребители жалуются о том, что продажа табачных изделий проводится на расстоянии ближе, чем 100 метров от образовательного учреждения. Да, Елена Николаевна, вот я сейчас вас слушаю и понимаю, что начав эту работу, ну даже раньше, чем 2013 год, до выхода федерального закона, кстати, это закон 15-й федеральный закон от 2013 года, если кто с этим законом не знаком, то советуем ознакомиться. И вот то, что вы сейчас говорите, конечно, нельзя сказать, что это шквал, допустим, решений, судебных решений в том числе, но уже то, что есть решения суда, признающие нарушение прав потребителей и выносящих такие вот решения, конечно, это уже говорит о том, что люди знают закон, во всяком случае не все, но многие, и, конечно, требования к выполнению закона необходимо, наверное, ужесточать. А вот по части, наверное, инициатив по продаже табачных изделий, потому что мы с вами тоже говорили об этом, ваше мнение какое, как вы считаете? Вот относительно инициатив службы по продаже табачных изделий, по регулированию продажи табачных изделий, я бы хотела сказать о такой нынешней форме розничной торговли, продаже электронных средств доставки никотина и так называемые вейпинг-устройства. В эти вейпинг-устройства вместо процесса сжигания в них осуществляется процесс использования табачного листа в виде испарения, парения раствора, и, соответственно, происходит дальнейшее вдыхание потребителей. Картридж с этим раствором содержит никотин в различной концентрации, но концентрация здесь регулируется самим потребителем, что представляет собой еще более высокую опасность, потому что здесь может быть заложена очень высокая доза никотина. Уровень никотина определяет, соответственно, не производитель, а сам пользователь. И фактические данные, вытекающие из оценки химических компонентов в составе жидкости, которые используются в электронных средствах доставки никотина и производимы ими аэрозоли, указывают на то, что аэрозоль обычно содержит канцерогенные и токсичные вещества, которые при некорректном использовании, особенно детьми и подростками, может привести к очень серьезным негативным последствиям. Учитывая эти данные, Роспотребнадзор концептуально поддерживает законодательные инициативы, направленные на ограничение использования электронных курительных изделий, по аналогии с требованием, установленным для табачных изделий, и считает необходимым введение ограничений на курение табака и иных продуктов с использованием кальяна. Мы считаем, что активизировать усилия по борьбе против табака должны не только органы власти и учреждения, но и отдельные граждане, которые могут для себя принять обязательство никогда не употреблять табачные изделия, а употребляющим табак лицам возможно отказаться от этой привычки или обратиться за соответствующей помощью и лечением, а также сохранить свое здоровье и защитить людей, подвергающих пассивному курению, включая детей и членов семьи и своих друзей. Непотраченные на табак деньги могут быть использованы семьей на другие важные нужды, в том числе на приобретение продуктов для здорового питания, здравоохранения и образования. Спасибо большое, Елена Николаевна. Мы еще поговорим, конечно, о пассивном курении, но сейчас Вы затронули очень важную тему, и я хотела бы, чтобы к нашей беседе подсоединилась Ольга Павловна Витянова, главный специалист, психиатр, нарколог. Ольга Павловна, вот Елена Николаевна сейчас сказала об употреблении вейпов, электронных сигарет. Вы в своем слове, пожалуйста, как специалист скажите, оказывают ли они такое же вредное воздействие? Потому что часто слышим мы от молодежи сейчас, что электронные сигареты, нет никакого вреда, и чуть ли не до того договариваемся, что польза от этого бывает. На Ваш взгляд, специалисты, оцените, пожалуйста, ситуацию по курящим, и каким образом Вы можете прокомментировать это? Ну, вейпинг, это английского слова парение, это процесс курения электронных сигарет. И действительно, сейчас это явление достаточно распространенное, и особой популярностью пользуется среди молодежи. Подобные электронные сигареты были созданы для людей, которые хотят избавиться от этой пагубной привычки, как курение. Однако они стали не только альтернативой табакокурению, но и способствовали развитию новой субкультуры. Существует теория, что электронные сигареты абсолютно безвредны, так как курильщик вдыхает и выдыхает водяной пар. Но учеными было доказано, что курение вейпа очень вредит здоровью. В состав курительной жидкости входит никотин, который способствует развитию различных заболеваний, легочной системы, сердечно-сосудистой системы. На сегодняшний день вейперские курительные смеси лишь проходят изучение в медицинских учреждениях. Химические смеси чужеродны для человеческого организма. Особенно под большим вниманием медиков находятся миксы вейперских смесей. Количество вредных элементов в таких смесях трудно проконтролировать, и эффект от их частого использования может быть непредсказуем. Порой используется жидкий никотин. Все это ставит вейперу в зону риска развития заболеваний дыхательных путей. Хорошо, Ольга Павловна. А вот сейчас во многих поликлиниках территориальных, в том числе мы с вами выезжаем часто в муниципальное образование, открыты кабинеты отказа от курения. Мы слышим от курильщиков, особенно заядлых курильщиков, что бросить курить они самостоятельно не могут, что многим курильщикам нужна помощь в том, чтобы они смогли бросить курить. Какую помощь может оказать наша наркологическая служба? И насколько люди нуждаются в этой помощи? На самом деле, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, вообще никотиновая зависимость является тяжелым заболеванием, которое требует квалифицированного лечения. Отказаться от этой привычки без помощи специалистов могут только 7% курильщиков, то есть чьи особенности их обмена веществ, метаболизма, позволяют переносить отказ от курения, не испытывая никаких неприятных с этим проблемам. Наша наркологическая больница оказывает помощь лицам, кто желает отказаться от курения. Каждый врач-нарколог может оказать квалифицированную помощь. Вообще помощь специалистов состоит из нескольких этапов. Первый этап подбирается индивидуально к человеку в зависимости от стажа курения. Первый этап – это никотинозаместительная терапия. Здесь применяются пластыри, таблетки, желательные резинки. В этих препаратах содержится минимальная доза чистого никотина, которая постепенно всасывая в кровь поддерживает постоянную концентрацию никотина в крови, тем самым снижая неприятные физические ощущения, связанные с отказом от курения. Также сюда включается симптоматическое лечение. Как мы уже говорили, что процесс отказа от курения или абстинентный синдром носит неприятные ощущения со стороны и сердечно-сосудистой системы, и нервной системы, что возникает чувство тревоги, чувство страха, раздражительность, может быть даже агрессивность, может даже нарушаться сон. Здесь врачи-наркологи подключают медикаментозные препараты, которые обладают успокаивающим действием, нормализуют деятельность сердечно-сосудистой системы. Применяются такие отхаркивающие препараты, улучшающие очищение легочной системы. Также применяется, я считаю, что это наиболее важный метод, это психотерапевтический метод. Здесь врач-психотерапевт работает с пациентом, здесь разрывается порочный круг, и происходит мотивация на здоровый образ жизни. Ольга Павловна, а где человек может получить эту помощь? Куда он может записаться, куда он может прийти? Потому что мало мы, к сожалению, говорим о том, где люди могут получить эту помощь, ответ помощи. Ну, телефон доверия наркологической больницы это 717-717. И на приеме к врачу-наркологу человек может записаться и прийти с такой проблемой. И в каждой поликлинике есть кабинет по отказу от курения, он также может обратиться с такой проблемой. И если будет необходимо, то кабинет по профилактике направит или пригласит в наркологическую больницу. Хорошо. А вот ситуация какая на сегодняшний день? Многие ли люди приходят и просят помощи по тому, что мы бросим курить? Ну вот, я могу сказать статистические данные за 2018 год. Вот Ульяновскую наркологическую больницу, именно в городе Ульяновске, обратилось 1339 человек. Из них закончили лечение 318 человек, из них находятся в ремиссии 215 человек и отказались от лечения или прервали его 891 человек. А отказались или прервали по какой причине? Просто оказались не готовы к тому, чтобы выдержать весь курс лечения, допустим, профилактического? Да, не было достаточной мотивации на отказ от курения. Ну это печально, конечно. И мы сегодня вот говорим больше о курении, о табако-курении. И я бы просила, вот Марина Александровна, вас обратить внимание на вред пассивных курильщиков, пассивного курения. Потому что ведь тот, кто курит, он отравляет жизнь рядом живущих. Особенно меня волнует, конечно, это заболеваемость детей, подростков. Пожалуйста, прокомментируйте пассивное курение. Ну, воздействие вторично-табачного дыма, как мы уже сказали, в домашней обстановке на работе также повышает риск развития именно рака лёгкого. Пассивное курение можем встретить так же, как в семьях, если взрослые курят на работе где-то. Конечно же, здесь нужно отказываться от курения людям, кто курит, и думать о здоровье ближнего. Спасибо большое. Вот мы сегодня можем ещё сказать, что 31 мая у нас в этот день отказа от курения пройдёт очень много мероприятий. Я бы хотела рассказать о том, какие мероприятия, где они будут проходить. Ну, во-первых, все лечебные учреждения нашего региона знают о том, что 31 мая традиционно каждый год отмечается день отказа от курения. И практически в каждом муниципальном образовании будут организованы мероприятия. Самое главное, я вот прошу сейчас ещё раз, Елена Николаевна, наверное, вас с точки зрения закона, с точки зрения рекомендаций по соблюдению закона проговорить. Самое главное, чтобы каждый человек, желающий отказаться от курения, думающий о своём здоровье. Мы на сегодняшний день очень много говорим о здоровом образе жизни. Причём одно из самых важных условий – это, конечно, отказ от вредных привычек, в первую очередь от табака, от злоупотребления алкоголем. Но вот в первую очередь всегда идёт табакокурение и физическая активность. Пожалуйста, вы что порекомендуете нашим сегодняшним слушателям? Нашим сегодняшним слушателям я настоятельно рекомендую отказаться от курения. Курение в любой форме должно перестать быть модой. Что мы имеем традиционную форму табакокурения, либо это электронная сигарета, либо это кальян. Помните о том, что потери трудоспособного возраста у курильщиков в среднем у мужчин составляют 6 лет. Это активная жизнь. У женщин потери трудоспособного возраста у курильщиков составляет в среднем 5 лет. Это данные Министерства здравоохранения Российской Федерации. И бросить курить – это очень важно не только для самого человека, для курильщика, но и для тех близких, для членов семей этого человека. И этим вы улучшите не только своё состояние здоровья, но и тех людей, которые вас окружают. Поэтому бросить курить – это крайне важно и для курильщика, и для близких его людей. Спасибо вам большое. Пожалуйста, Марина Александровна, ваше пожелание тем, кто сегодня хочет бросить курить, но почему-то до настоящего времени не решился. Как вы считаете, что ему нужно сделать в первую очередь? Ну, как мы уже сказали, что курение – это очень вредно. В первую очередь для здоровья лёгких. Нужно бросить курить, и я думаю, что заняться собой, и тогда лёгкие скажут спасибо. Незамедлительно прекращать курение в общественных местах. И, ну, заняться своим здоровьем в первую очередь. Спасибо большое. Ольга Павловна, и вы, пожалуйста, скажите, вот, ну, я не нарколог, я врач-терапевт. На самом ли деле, вот вы, как врач, считаете, что это очень тяжёлое заболевание, и человек, если даже он захочет бросить курить, не сможет этого сделать во многих случаях самостоятельно? Ну, пожалуйста, вот ваше мнение, как доктора и пожелания нашим зрителям, слушателям. Ну, конечно, никотиновая зависимость – это одна из разновидностей химической зависимости. Зависимость происходит от никотина. Никотин обладает таким свойством, он быстро всасывается в кровь, в кровяное русло, через 7 минут достигает головного мозга. Головной мозг выделяет, ну, вырабатывает эндогенные опиоиды, дофамин. Это те гормоны, которые улучшают чувство эйфории, уходят в негативные эмоции, возникает чувство расслабления. И именно к этому стремится человек, курящий. Каждый раз рост употребления дозы никотина становится все больше и больше, и формируется никотиновая зависимость. Конечно, самостоятельно с этой привычкой справиться очень трудно. И каждый курильщик в своей жизни рано или поздно задумывается о том, чтобы бросить курить. Конечно, лучше это сделать намного раньше. Спасибо большое. Вот мы сегодня поговорили и о психологических моментах, и об экономических. Также затронули вопрос, потому что на самом деле это не дешевое удовольствие на сегодняшний день. Покупка сигарет достаточно обременительна для семьи. Особенно, я уже сказала, 80% в каких стран у нас страдают очень большой, высокой, вернее, табачной зависимостью. И мы на сегодня проговариваем уже вопросы. Елена Николаевна, я думаю, что Роспотребнадзор нас поддержит в том, чтобы были преференции для работодателей и для тех работников, которые бросят курить. Потому что работодателю тоже не очень интересно, чтобы у него там каждый час, каждые полчаса люди уходили на перекур. Понятно, это перерыв в производственном процессе. То есть, но все равно снижается и производительность труда. Я думаю, что мы с этой инициативой не только мы, но мы ее поддержим, эту инициативу, с которой выходит Министерство здравоохранения и Фонд социального страхования. Думаю, что мы будем поддерживать это. Да, 15-й федеральный закон, о котором мы говорили, он предусматривает возможность введения дополнительных ограничений хозяйствующих субъектов в части, не противоречивающих данному закону. Поэтому здесь абсолютно верно. Хорошо, спасибо большое. И мне осталось только сказать, что 31 мая мероприятия будут, я уже сказала, что в муниципальных образованиях организованы. И по городу Ульяновску это торгово-развлекательный центр «Аквамол». В новом городе это парк «Прибрежный», торговый центр «Рим». Если кому интересно, там будут организованы медицинские площадки с изменением роста, веса, антропометрических данных, индекса массы тела, определение углекислого газа в выдыхаемом воздухе на смоке-лайзере. Также это будет в парке «Сорокалетие» в ЛКСМ по Оренбургской 41А, в торговом центре «Гулливер» на улице Радищева, в парке «Винновская роща». И еще это мероприятие будет также организовано в сквере 50-летия Советского Союза СССР. Поэтому, кому это будет интересно и наиболее близкое расположение к вашему месту пребывания, пожалуйста, посетите наши медицинские площадки. Посмотрите, вот не могу не сказать об одном примере. Совсем недавно мы спорили, кстати, с медицинским работником, который два месяца назад бросил курить и говорит, вот я бросила, это женщина, бросила курить, определили содержание углекислого газа очень высокой в выдыхаемом воздухе. То есть, если человек бросил курить два месяца назад, то это не говорит о том, что уже все, легкие очистились и задышали сплошным кислородом. Конечно, нет, должно пройти время, просто нужно, конечно, заняться и физическими упражнениями, обязательно, даже дыхательной просто гимнастикой для того, чтобы освободить свои легкие от данного коварного врага, в общем-то, можно сказать. Ну что, мы пожелаем всем здоровья, здоровых легких, здоровой жизни, здорового образа жизни и давайте все бросайте курить, потому что это вред, это враг, это нам не на пользу. Спасибо большое.